приветствую вас господа трейдеры на очередном еженедельном видео обзоре валютного рынка основанном на измененном волновом анализе эллиота валютная пара евро доллар увеличив волновой уровень продолжила свое нисходящее движение мы разбирали валютную пару помните что нам нужно было завершить нисходящую конструкцию уровня h1 синюю нисходящую конструкцию пробитием наклонного канала тем самым было бы увеличение волнового уровня и впрочем после этого увеличения волнового уровня уже была продажа и так сейчас мы находимся в нисходящей конструкции уровня h8 зеленой нисходящей конструкции и также мы видим что на тайм-фрейме h1 образовалась разворотная модель молот вот мы видим данный молот и сейчас цена возможно скоро пробьет уровень 1.22.38 что возможно даст восходящее движение но опять-таки мы будем ориентироваться на конструкцию на нисходящую волновую конструкцию на данный момент эта конструкция усеченная если мы натянем фибосетку на волну а то мы увидим что уровень 123.6 конечно же был не пробит то есть уровень 123.6 находится намного ниже вот где находится уровень 123.6 то есть конструкция считается усеченной усеченность конструкции говорит о слабости данной конструкции поэтому вполне возможно что здесь будут покупки для покупок необходимо пробить наклонный канал это обязательное условие после этого получить волну коррекции волну бы и уже выше волны а мы ставим ордер на покупку такая покупка при усеченной волне c а цель для покупок а ближайшая цель для перевода без убыток это вершина волны b в районе 1.23.11 а дальше наша цель 1.23.87 и 1.24.75 это ближайшие цели которые мы можем держать такая же точка входа она же будет являться и на откате b почему на откате b потому что мы предполагаем что вот эта зеленая конструкция уровня h8 является волной b восходящей конструкции вот вот этой вот голубой восходящей конструкции и когда мы можем рассматривать продажу потому что конструкция у нас нисходящая и мы это видим то есть конструкция уровня h8 нисходящая для продаж необходимо получить трехволновую конструкцию вверх. Здесь не принципиально, чтобы мы закончили конструкцию уровня H8, но нам нужно получить трехволновку. Для чего нам это нужно сделать? Я сейчас объясню. Вверх волна А, вниз коррекция волна В и вверх волна С. То есть мы просто получаем предположительную коррекцию. Пробьем мы наклонный канал или не пробьем, как я уже сказал, это не принципиально. После этого трехволновка, которая у нас будет, давайте ее сделаем более наклонной, чтобы было удобнее разбирать. После этого по трехволновой конструкции строим наклонный канал. И уже на завершении восходящей трехволновой конструкции, которую мы получим, мы рассматриваем продажу. Волна А, волна В и, соответственно, вниз волна С. На ловушке для профи на минимуме обязательно переводим сделку в безубыток в районе 1.22.16. И для определения профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А, потому что мы предполагаем, что вот это вот именно волна А, вверх будет коррекция трехволновка, это волна В, и вниз точка входа на откате В, то есть внутри этой предполагаемой В, это будет волна С. Поэтому мы натянули фибосетку на предполагаемую волну А, и в профит берем 123.6, 138.2 от предполагаемой волны А, то есть в районе 1.21.94 и 1.21.79. По валютной паре фунт-доллар против американского доллара, как и ожидалось, было восходящее движение, но оно было очень вялым. Вы помните, что мы разбирали покупки после завершения конструкции уровня М30, то есть нам нужно было пробить наклонный канал, получить волну коррекции и покупать точку входа при усеченной волне С. Мы долго находились во флете, в принципе, такое вяло текущее движение вверх, то есть здесь больше был похоже на многосвечную фигуру флаг, и сегодня вот у нас началось такое нисходящее движение, поэтому, в принципе, кто держал покупки, тот мог здесь перевернуться. То есть здесь у нас был переворот сегодня, и вот сейчас мы находимся в нисходящей конструкции уровня H4, и когда мы будем рассматривать покупки и когда рассматривать продажи. А для того, чтобы рассматривать покупки, конечно же, необходимо завершить нисходящую конструкцию уровня H4, потому что тренд у нас нисходящий, мы это видим. Для этого необходимо пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции, и уже внутри волны коррекции мы рассматриваем покупку. Под волна А, вниз коррекция под волна В и, соответственно, вверх волна С. Точка входа будет на откате В, то есть внутри предполагаемой волны В. С ближайшими целями это уровень 138,2 по Фибоначчи от волны А, то есть просто мы натягиваем Фибосетку на волну А, которая у нас будет, и уже 138,2 берем профит. Это наша большайшая цель, и дальше можно уже ориентироваться по уровням 1,4196 и 1,4222. И когда мы будем рассматривать продажи? В принципе, мы сегодня уже хорошо прошли вниз, и сейчас нам нужно получить коррекцию. Коррекцию нам нужно получить обязательно трехволновую. Почему нам нужна трехволновая коррекция? Для того, чтобы, во-первых, была дешевле продажа, и опять-таки у нас будет хорошая коррекция, то есть продавцы наберут силы для того, чтобы идти дальше вниз. Строим трехволновую конструкцию, то есть дожидаемся трехволновую конструкцию, после этого по трехволновой конструкции, которая будет, строим наклонный канал, и на завершение трехволновки пробиваем наклонный канал, корректируемся и продаем. Вот такая продажа. На ловушке для профи на минимуме обязательно переводим сделку без убыток в районе 1,3965. И для определения профита натягиваем Фибосетку на предполагаемую волну А, потому что мы предполагаем, что это вниз А, будет вверх В, и вниз волна С, и вот они наши цели. 123,6 в районе 1,3931, и 138,2, 1,3913. Также можно 161,8 вблить в профит, 1,3880. Валютная пара австралийский доллар против американского доллара находится сейчас в восходящей конструкции уровня H4, и, как мы видим, находится возле наклонного канала, защищающий данную конструкцию. И также мы видим, что у нас есть нисходящая конструкция уровня H1, которая находится внутри восходящей конструкции уровня H4. Что нам надо для того, чтобы рассматривать покупки? Конечно же, необходимо завершить нисходящую конструкцию уровня H1 пробитием наклонного канала, после этого получить волну коррекции, и уже после этого на пробитии максимума, на пробитии волны А, можно будет рассматривать покупку. Такая покупка будет при усеченной волне С. Почему при усеченной волне С? Потому что конструкция уровня H1 является у нас усеченной. Если мы натянем фибосетку на волну А, то мы видим, что уровень 123,6 находится намного дальше минимума, который у нас есть. И для того, чтобы нам рассматривать продажи, нам необходимо завершить нашу восходящую конструкцию уровня H4 пробитием наклонного канала. После этого необходимо получить волну коррекции, которая обязательно должна будет завершить нашу синюю конструкцию. То есть в любом случае нам нужно получить повышение волнового уровня. Почему? Потому что нам необходимо, чтобы волна А пробила наклонный канал, после этого была коррекция волна В, и после этого уже внутри волны В, если она будет глубокая, то мы рассматриваем продажи под волна А, под волна В и, соответственно, вниз под волна С. Вот такая вот продажа. На ловушке для профи на минимуме, которая у нас образуется, мы переводим сделку в безубыток. То есть если ему будет минимум здесь, то мы здесь переводим сделку в безубыток. И дальше для получения профита, для определения профита, мы натягиваем фибосетку на волну А, которая у нас формируется. И в профит берем 123.6, 138.2 по Фибоначчи. Новозеландский доллар против американского доллара на прошлой неделе нам дал покупки. Вы помните, что мы рассматривали покупки на завершение нашей нисходящей синей конструкции, на пробитие наклонного канала, после этого должна была быть волна коррекции, после этого импульс. Импульс был очень короткий, а два дня мы находились в просадке. Сначала был такой флет, потом небольшая просадка. Просадка дала скрытую усеченную конструкцию, то есть у нас получилось, что вниз волна А, Б и скрытая усеченная С. Но даже если мы ставили за минимум наш стоп-лосс, то все равно он был невзят, потому что усеченка была скрытая. Ну и, конечно же, эта скрытая усеченка подтвердилась еще и очень сильным расхождением на индикаторе весомо-осциллятор. Так, сейчас у нас есть восходящее движение, хорошее восходящее движение. В принципе, до ловушки для профи 1.73.14 мы дошли очень быстро. И сейчас у нас есть нисходящая конструкция уровня H1. Давайте разберем эту нисходящую конструкцию. Вот она, волна А. Вверх коррекция волна Б. И вниз импульс волна С. Вполне возможно, что это коррекционное нисходящее движение в рамках восходящей конструкции уровня H12. И вот это вот не что иное, как волна А уровня H4, вниз коррекция волна Б уровня H4, и вверх пойдет волна С уровня H4. Давайте составим торговый план на покупку. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая у нас есть сейчас на данный момент. Конструкция уровня H1. После этого нам нужно пробить наклонный канал, получить волну коррекции. И на пробитие первой импульсной волны мы покупаем. Такая точка входа будет на откате Б. На откате предполагаемой волны Б уровня H4, потому что мы предположили, что это H4, BH4, и вверх будет С уровня H4. На ловушке для профиля на максимуме обязательно переводим сделку без убыток в районе 0,7320. И для определения точки профита натягиваем фибосетку на предполагаемую волну А. И уровень 138.2 в районе 0,7369 является нашей главной целью. Для того, чтобы рассматривать продажи, я все-таки думаю, что стоит дождаться завершения восходящей конструкции уровня H12 с пробитием наклонного канала. То есть для этого нам нужно пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции. И уже внутри волны коррекции мы рассматриваем продажу под волна А, под волна Б и, соответственно, вниз под волна С. Такая продажа более поздняя, но тренд у нас восходящий. Мы это видим, что цена находится в восходящем тренде и в восходящих волновых конструкциях. Не считая конструкции уровня H1, но это все-таки не самая высокая конструкция, которая здесь есть. Поэтому мы ориентируемся на более высокие конструкции для определения тренда. По валютной паре американский доллар против швейцарского франка. Цена продолжила свое восходящее движение в рамках восходящего ценового канала и восходящей конструкции. Как вы помните, для того, чтобы рассматривать продажи, нам необходимо было обязательно пробить уровень 0.9518. Мы по нему ориентировались. И для того, чтобы рассматривать покупки, нам нужно было просто повысить волновой уровень, что и произошло. То есть была коррекция, которая дала повышение волнового уровня. Поэтому здесь были, конечно же, покупки. Сейчас цена находится в восходящей конструкции уровня H4, которая имеет подволны уровня H2 и уровня M30. Для того, чтобы рассматривать продажи, конечно же, нам необходимо завершить нашу восходящую конструкцию уровня H4. Для этого необходимо пробить наклонный канал, после этого получить волну коррекции. И уже как внутри коррекции, так и на пробитии минимума мы рассматриваем продажи. Но не раньше. Почему? Потому что тренд у нас восходящий, и мы это видим. Конструкция у нас восходящая. И для того, чтобы рассматривать покупки, нам необходимо повысить волновой уровень конструкции уровня M30. И стоит завершить конструкцию уровня М30. Для этого необходимо пробить наклонный канал. Может это быть вот в таком виде. Волна А, волна Б и вниз волна С. Все, мы пробили наклонный канал. Там волна С может быть более глубокая. После этого строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая у нас будет. И на завершение данной нисходящей конструкции мы рассматриваем покупки. Волна А, волна Б и волна С. Такая точка входа будет на откате Б, на откате вот этой Б, которую мы предполагаем. То есть вот эта вот будет волна А, вниз коррекция волна Б. И на завершение этой волны Б мы рассматриваем покупку. Естественно, на максимум, который у нас будет, переводим сделку в безубыток, потому что не исключено, что будет фигура двойная вершина. И дальше для определения профита натягиваем фибосетку на волну А, которая у нас будет, и берем в профит 123.6, 138.2 по фибоначчи. У меня на этом все. Зарабатывайте вместе с нами. Профита вам и благополучия. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok